Здравствуйте! В латинском языке, как и в русском языке, и в некоторых других иностранных для нас языках, существует изменение слов по падежам. В обычной речи, в родном языке прежде всего, мы часто не обращаем на это внимания, и иногда вообще не обращаем внимания, и говорим так, как чувствуется подсознательно, какую форму слова нужно поставить. Рассмотрение латинских падежей нам нужно будет практический для таких задач. Во-первых, это аналитическое чтение, чтобы проверить свое знание грамматики, выполнить нужные упражнения. Во-вторых, это упражнение для перевода на латинский язык, когда нужно уже осознать, какой нужен падеж, и какая падежная форма, с каким окончанием для данного слова, для данной части речи нужна. Это иногда надо запоминать вместе со словом и проверять по словарям. И, в-третьих, очень важно обращать внимание на латинские падежи в тех случаях, когда их употребление не совпадает с правилами употребления падежей в русском языке. В некоторых случаях это совпадение происходит, и мы увидим, что сами названия латинских падежей, как, впрочем, и греческих, а латинские названия во многом копируют названия греческих падежей, и сама грамматика, как область специального знания, зародилась еще в Греции. Они переходят, но с помощью уже русских слов, а писательно оттуда, из классических языков, мы посмотрим на название этих падежей. Названия русских падежей часто являются переводом или совпадают со смыслом названия латинских падежей. И еще нужно запомнить, как и в русском языке, что по падежам изменяются существительные, прилагательные, местоимения, и вот такие части речи имеют одинаковые окончания, в зависимости от того, по какому типу склонений они изменяются. Рассмотрим конкретные примеры. Название именительного падежа номинативус, номинаре, мы уже встречали, обращаясь к заимствованиям из латинского языка в русском языке, и это словарная форма. Поэтому специальных окончаний нам запоминать не надо, достаточно знать словарную форму. А вот название уже первого косвенного падежа в латыни – генитивус. Ну, тут сразу надо заметить, что в некоторых справочных изданиях и в словарях есть иное написание – генетивус. До сих пор такое разночтение можно встретить. И генетивус – родительный падеж. По латыни это род, генус. Мы видим такой же смысл, указывает нам название родительный падеж русского языка. Чаще всего он обозначает принадлежность. И в этом случае латинские грамматики и позднее европейские грамматики употребили специальный термин, ввели такой термин – значение падежа в данной ситуации для пояснения данных характеристик. «Генетивус посессионис». И уже на этом первом названии, уточняющем употребление первого косвенного падежа генетива, мы видим, что очень часто в европейских языках эти названия сохранились в корневой форме многих слов. В английском языке «посессио» – «владение», глагол «посесс», «посесс» – «владеть». И вот здесь общая латинская основа «владение». И это связано со смыслом принадлежности. Примеры на латинском языке мы приводить пока не будем, а обратимся к значению русских словосочетаний, чтобы прежде всего отметить совпадение или несовпадение употребления падежей в русском и латинском языках. Когда мы говорим по-русски «город», «римлян», «город» – именительный падеж, подлежащее, «римлян» – «римлян», здесь генетивус латинский виден. И дальше на этой основе можно строить фразу. Как падеж пояснительный генетивус носит такое уточняющее название – генетивус экспликативус. И тоже мы, если знаем английский язык, увидим корень такого значения «пояснение». И раскрывается в этом случае значение слова. Например, в русском языке такие сочетания «смысл» – это именительный падеж, номинатив чего? Ну, допустим, «жизни». В латинском языке и такие словосочетания, и более глубокие, и более такие бытовые, конечно, присутствуют в текстах художественных, поэтических, в большом числе. По-русски «понятие» – это будет у нас номинатив, именительный падеж, «прекрасного», допустим, и его антипода, антитеза, безобразного. Вот пояснение понятия «чего» в данном случае раскрывается, подразумевается, оратором, писателем, поэтом, ставится в генетиве. Как разделительный падеж латинский генетив носит название генетивус партитивус. «спарс» – это часть, и в разных языках европейских этот корень виден, и в названии падежа он указывает на то, что обозначается множество, к которому принадлежит управляющее слово, управляющее этим падежом слово. Например, «лучшее» по-русски «из возможного». Лучшее – это будет у нас подлежащее, а может это быть и в роли дополнения в какой-то сложной, более сложной фразе. И дальше мы по-русски употребляем предлог «из чего», «из кого». В латыни тоже есть предлоги, и есть твердые правила, с какими падежами какие предлоги употребляются. Мы сейчас такие случаи рассматривать не будем, потому что это дело продолжения изучения латинской лексики. Нужно учить написание, произношение, звучание, то есть употребление предлогов, в том числе и с какими падежами. А сейчас мы в основном обращаемся к случаям, когда падежи без предлогов употребляются. Иногда как и в русском языке, а иногда в русском предлог нужен, а в латыни он не нужен. Вот это одна из сложностей для самостоятельного изучения латинского языка и для изучения латинского языка по параллельному переводу. Не зная такой особенности, мы сразу начнем встречаться с тем, что какое-то слово в латыни есть, а в параллельном переводе нет. Почему нет, то ли оно второстепенно, и самостоятельно, если до этого можно дойти, то нужно затратить немало усилий. При ответе на вопросы «из кого?» и «из чего?» по латыни не нужно ставить предлог. Родительный рода. Есть такое грамматическое название. Генетивус генерис. Генус – это род, и этот же корень мы видим в названии самого падежа. Генетивус. Генетивус уточняет родовую, и можно употреблять дополнительные синонимы, чтобы показать множество значений, оттенки ситуации, разнообразные смыслы, разнообразные тонкости. Родовую, можно еще добавить качественную, принадлежность того, количество чего обозначено управляющим словом, которое является подлежащим или в более сложной конструкции. По-русски такой пример «множество», и дальше говорится «множество растений». Это может быть и подлежащее множество растений присутствует в данной области. Или «множество растений» мы видели. По-русски это уже дополнение. Но мы рассматриваем сочетание. Генетивус генерис. Сочетание уточнения. И еще примеры по-русски. Остаток, допустим, денег, да? Или избыток, антитеза. Ну, допустим, хлеба, пищи, воды и так далее. Как падеж качества употребляется латинский генетив, а также он употребляется и как падеж количества. И для этого существуют названия «генетивус квалитатис» и «генетивус квантитатис». Эти названия и в английском языке, кто знает, присутствуют. «Кволити» и «квонтити» тоже, качество и количество. И в этих случаях латинский родительный падеж указывает на происхождение. Например, уточняется человек, этот человек знатного рода. Или другая характеристика происхождения, уточняющая. А ведь может быть и антитеза незнатного рода, или нашего рода, или вообще какой-то данной страны или данной профессии. И все это связано с человеком. А уточнения, конечно, очень важны, о чем идет речь. Или возраст уточняется, мальчик уточняется, 10 лет, или 12 лет, или вообще человек, и уже он не мальчик, а юноша. Такие уточнения, конечно, нужны на всех языках. Как падеж субъекта. Латинский генитив называется в грамматике «генитивус субъективус». Здесь полностью в русском языке воспринято латинское значение уточнения данного падежа. И этот родительный падеж в латыни употребляется в выражениях такого типа. «Опасения противника». Но если мы, например, вдумаемся в эту конструкцию, сначала каждому кажется понятно, какой смысл вложен. А потом один человек скажет, нет, здесь один смысл, а другой скажет, здесь другой смысл. А потом они начнут думать и скажут, что здесь может быть даже и два смысла. Уточнений недостаточно в таком высказывании. Так вот, грамматика для этого и употребила такие уточняющие названия. И эти приемы используются для аналитического чтения, для правильного перевода текстов. Итак, генетивус субъективус в выражениях, скажем, опасения противника, нужен тогда, когда субъект действия, в данном случае это сам противник, а объект действия это то, на что направлено действие. А субъект это тот, кто испытывает, переживает, он совершает или претерпевает обозначенные действия. Генетивус уточняет еще одно его значение или ограничивает, а в сущности, всякое уточнение, оно и есть какое-то ограничение. А ограничение, оно часто на практике и означает уточнение. Уточняет значение прилагательного. И в этом смысле носит грамматическое название генетивус реляционис. Это имеет корень со значением отношений, и вот уточнение, ограничение. В выражениях такого типа. Схожий ростом. Почему корень в этом грамматическом подразделении со значением отношения? Схожий в каком отношении? Часто мы можем встретиться в учебниках, в грамматиках. Такой громоздкий вопрос, не всегда естественно воспринимаемый для русского читателя. Ну, мы можем пытаться употребить более или менее понятные нам синонимы, более или менее близкие к какому-то образному восприятию некоторых ситуаций. Схожий ростом. Но ведь можно быть схожим ростом, но не быть схожим возрастом или другими характеристиками. Вот для чего это нужно. И в деталях вот все эти ситуации объясняли латинские риттеры, латинские ораторы. И выстраивали на них сюжет своих речей. Выстраивали характеристики, которые должны вызвать симпатию или антипатию слушателей. Вот до чего дошло искусство слова, устного и письменного в классических языках. И более высокого уровня оно, если и достигло, то много времени, много веков спустя после окончания этих цивилизаций. Но продолжали черпать и в эпоху средних веков, и в эпоху нового времени. И мы видим в XVIII веке латинские обороты более или менее уместно из древних, из классических языков. Продолжали использовать разные даже профессиональные писатели, стихотворцы и другие люди, представители других профессий. Как падеж изобилия? Латинский родительный падеж называется генетивус копие. Копия – это запас. В данном случае копие – это число, мы увидим, оно может быть по окончанию и множественное, или генетивус – единственное число первого склонения. То есть генетивус – падеж чего? Вот в данном случае в самом названии употреблены два падежа. Номинативус, а второе – реляционис, то же самое. Второе подразделение, оно всегда обозначено в грамматической форме генетива латинского. Итак, передается смысл этого изобилия. А изобилие – это что? Это избыток, допустим, более или менее удачный синоним. Скажем, русские выражения такого типа «наполненный книгами», а может быть, ведь наполненный зерном, наполненный водой – это принципиальная разница. И для условий хранения, и для вообще смысла ситуации. И иногда без такого уточнения весь контекст нам просто непонятен. Или уточнение даст пояснение к контексту перевода, к тем деталям, которые отсутствуют в других словесных единицах данной фразы. То есть, обращаясь к этим тонкостям, переводчик сможет нагляднее строить ситуацию для читателя, слушателя, для своей аудитории. Наполненный водой, мебелью. Можно сравнить русское употребление характеристик уточнения в данном случае. Шкаф «полный книг». Вот здесь будет шкаф «полный» согласования, подлежащее существительное и прилагательное, и книг это уже уточняет. Это уже падеж косвенный. Как падеж ценности латинский генетив называется «генетивус преции» и передает общую характеристику оценки. В выражениях такого типа, как в русском языке «многого стоит» какой-то предмет или «этот человек» стоит, чего многого. Перейдем к латинскому падежу «дательному». По латыни он называется «дативус» и употребляется прежде всего для обозначения принадлежности. В таком случае он обозначается «дативус посессивус», связанно с принадлежностью. Обратимся к русским ситуациям, когда мы хотим выразить принадлежность. «У нас есть», например, или «ему есть место». А латинский «дательный падеж» имеет еще и такое употребление, называется «дативус аукторис», когда он ставится при глаголе в страдательном залоге. В русском языке речь идет о ситуациях, которые выражаются сочетаниями. «Сделанный мною», «прочитанный учениками». И мы ставим по-русски вопрос «благодаря кому сделаны», чтобы понять какую-то логику, почему в латыни здесь появляется падеж «дательный», а не иной, нетворительный. И отвечаем на этот вопрос «сделанный благодаря ученикам». Вот такая логика, видимо, в употреблении латинского падежа для римлян тоже была или похожа. «Дательный цели» выделяют грамматики, и называется такой падеж «дативус финалис». Употребляется он с латинскими глаголами, которые имеют основное значение «быть», «существовать». В русском языке они могут быть в таком контексте «быть на пользу» или «быть в тягость», или «не быть в тягость», или мы можем сказать и без предлога «быть пользе». И вот это уже ближе к логике латинского падежного употребления. Со значениями «давать», «оставлять» употребляется латинский «дативус финалис», «посылать», «приходить», «избирать», «учреждать» и некоторыми другими глаголами. В латыни в таком случае предлоги не нужно употреблять. Достаточно поставить в дательном падеже то, что поясняет необходимую ситуацию. При значении цели может быть несколько уточнений. Кому или чему дается, служит на пользу, и кроме того, именно и служит на что, на пользу, в каком отношении, и кроме того еще кому. И вот такое употребление называется в латинском языке второго дательного падежа «дативус коммади» или «ин коммади», связанное с заинтересованным лицом, заинтересованным в последствиях этого действия или этой ситуации, или в самом этом действии. Например, «быть на пользу нам», «не быть в тягость тебе», «послать в подарок ему». Следующий падеж винительный – «аккузативус». Называется он в латинском языке. Аккузаре – есть глагол, корневое значение «обвинять». Тоже здесь мы видим совпадение смысла названия падежа и в русском. Иногда это калька, а иногда это перевод. И акузативус нужен в латинском языке прежде всего для указания на прямое дополнение. При глаголе, в каждом конкретном предложении. Отмечается грамматиками, еще древними грамматиками, такая конструкция, как «этимологическая фигура». По латыни это фигура, фигура, оборот в данном случае, да, и «этимологика», слово, связанное с греческим языком. То есть при однокоренном глаголе и существительном употребляется в качестве дополнения. Вот это однокоренное слово. И это входит иногда в присказки, в пословицы, в присловия и в риторические обороты, как в древних классических языках и в латыни, так и в русском языке. Например, мы можем встретить уже и пример здесь дадим, латинский. Людере людум. А по-русски это шутки шутить. И вот людум это игра, людере это играть, шутить. Или кармина канере по-латински. Корни здесь одинаковые – «песни петь». Ну, кто знает, кармен в европейских языках тоже есть такое значение «песни». Или «витам вивере». И по-русски «калька», но с русскими корнями. «Жизнь прожить». Очень употребительное, понятное значение. Даже не кажется, что оно сколько-нибудь искусственное. Но по этому принципу риттеры могут строить большое количество фраз, уже и не совсем нужных. А просто они создают некий такой дополнительный фон. Есть случаи так называемого винительного «аккузативус дуплекс», то есть двойного употребления винительного падежа в латыни, «аккузатива». Это в таких, бывает, примерах, которые по-русски можно передать такими сочетаниями. «Думаю, что ты мой друг». Это примерно тождественно русскому высказыванию. «Я считаю тебя другом». Тут предаточное предложение в первом случае. «Думаю, что ты мой друг». А эту мысль можно очень близко передать, ну, с другим глаголом, синонимичного значения, без предаточного. И вот здесь эта именно логика без предаточного предложения, она нам напоминает логику употребления латинского «аккузативус дуплекс». При глаголах в пассивной форме, в страдательном залоге, может стоять так называемый в латинском языке, так называемый не латинский, а греческий акузатив. Здесь мы встречаемся с примером осознанного влияния на стилистику, не только на лексику латинского языка, но и на стилистику, идущего от греческой литературы, от греческой риторики. И другое название этого «аккузативус грекус» – «аккузативус респективус», когда просто источник этого заимствования уже не обозначается, а обозначается смысл употребления падежа. И только эрудиты знают, что вот такой смысл взят из такого-то источника, в данном случае из греческой стилистики. Акузатив – «отношения», если это расшифровать на русский язык. Такой пример попытаемся привести. Это близкая передача, перевод, переложение латинского афоризма. Под воздействием искусства мы смягчаемся характером. Вот в этом случае пассив. Мы смягчаемся. И здесь будет латинский акузатив «респективус». Винительные ограничения выделяют грамматики и называют его «аккузативус лимитационис». «Лимес» – это граница, понятно значение корневое этого пояснения. Этот падеж появился в латыни под влиянием построения фраз, стилистики, тоже греческого языка. Винительный падеж может обозначать и наречие. И в этом случае называется в латинской грамматике «аккузативус адвербиалис», «адвербиум», «наречие». И мы в русском языке можем встретить близкое словоупотребление «дорогое». Самое дорогое, а это и означает, что оно дорого тому, о ком в данной фразе идет речь. Акузативус обозначает протяженность. Протяженность по каким осям? Мы здесь должны обратиться к пространственному мышлению, характеристики которого передает язык, грамматика, стилистика. Это протяженность и в пространстве, и протяженность во времени, раньше или позже. И уже с достаточно ранних времен, может быть, до письменной стадии языка. Эти обозначения имели свои способы и средства грамматические. Такой же падеж указывает направление для обстоятельства места. По-русски мы можем сказать «положить», ну, например, в шкаф, в стол, если бытовые какие-то предметы, мебель будем иметь здесь в виду, и употребляем предлог. В латыни тоже можно употреблять с этой целью предлог, а можно и с разными падежами, а лежит, например, где другой падеж, а можно выражаться и без предлога. Винительный падеж в латинском языке употребляется и при восклицаниях, и в данной своей функции, в данной роли называется в грамматике «аккузативус эксклямационис» – восклицание. В том числе может в таком сочетании присутствовать еще какое-нибудь латинское междометие. В русском языке восклицание «посмотрим чудесный дом» или «дивное зрелище» ставится еще восклицательный знак. И в данном случае подразумевается в русском языке, в русской логике мышления, что я или мы, или тот, кто это восклицание делает, произносит, этот чудесный дом, это зрелище или видит воочию, или представляет себе мысленно, или вспоминает. Возникает такой образ. Последний падеж латинского языка называется «аблятивус». Он возник в латинской грамматике на относительно поздней стадии и объединил в себе функции трех падежей более древнего языка, из которого образовался и латинский, и другие языки. А именно, вместо таких падежей «отложительного» — это, собственно, «аблятивус», «инструментального» — такой падеж в теоретической грамматике, в грамматике других языков, где он присутствует, называется «аблятивус инструменталис», и «местного падежа». Эта функция называется в теоретической грамматике «локативус» — «место», «локус», «локум». А в латыни во всех этих случаях, когда даются такие характеристики, употребляется «аблятив». «Аблятивус» требуется для обстоятельств места, отвечающих на вопрос «откуда?» В русском языке такое вопрошание есть, постановка такого вопроса и правила на него ответа и правила падежного употребления. Как падеж происхождения латинский аблятив носит уточнение «аблятивус оригенис», и он нужен в выражениях такого типа, которые по-русски говорят «такого-то роду племени» данный человек, допустим, или такого поля ягода. И подобные уточнения в латыни присутствуют, издавна присутствуют. Для них требуется аблятив. Как падеж действующего лица тоже употребляется и латинский аблятив. Мы уже второй раз встречаемся с этой функцией сегодня при рассмотрении падежей, но первый раз применительно к аблятиву. И такая функция называется аблятивус аукторис, ауктор, автор, такая этимология слов, которые заимстваны из латыни с этим корневым значением, действующего лица, то есть того, кто это сделал. Применяется эта конструкция в страдательных оборотах латинских, а в русском языке смысл сочетаний, словосочетаний этих страдательных оборотов попытаемся пояснить конструкции, скажем, фразу построим. Вот рассказ, сочиненный этим автором, или попытаемся сделать высказывание. Вот стена, построенная еще древними римлянами. Высказывания бытовые, обиходные, свойственные для разных стадий развития языка, для разных слоев по образованию, по социальному положению. То есть говорит это о том, что язык такие средства выражения должен иметь, как основные и с самых ранних времен. И здесь в этих примерах подчеркивается то, что в латыни должно передаваться с помощью аблятивус аукторис. Когда в латинском языке речь идет об инструменте, именно об инструменте, с помощью которого производится действие, то грамматики уточняют дополнительно значение этого падежа аблятива. И говорят, что это аблятивус инструменте. Ну, важнее всего такие случаи для перевода на латинский язык. Для изучения латинского языка, может быть, в средние века, когда он уже не был живым, но он был языком науки. И чтобы можно было рассчитывать на понимание того, что хочет сказать, передавая сложные мысли, ситуации, обстоятельства человек. Чтобы не было совершенно непонятных расхождений смысла. И в русском языке попробуем сделать такую искусственную характеристику для пояснения смысла латинского падежного потребления. Рисунок, выполненный карандашом. Вот инструмент с помощью какого инструмента или чертеж с помощью циркуля сделанный. В значении падежа отделения латинский аблятив называется аблятивус сепарационис. И обозначает он косвенное дополнение при глаголах и прилагательных. Ситуации, когда происходит такое словоупотребление, попробуем представить с помощью русских сочетаний. Отделять зерна от плевел. Зерна от чего? Отличать правду от вымысла. И подобные ситуации, подобная логика высказывания в латинском языке требует аблятива функции сепарационис. Как падеж сравнения используется латинский аблятив и называется в этом случае аблятивус компарационис. Аблятив сравнение. И употребляется он как компарационис после сравнительной степени прилагательных. Попробуем опять представить с помощью русского языка сочетание слов «белее снега». И вот здесь обратим внимание сходство или расхождение с правилами падежного употребления в русском и латинском языке. Аблятивус в латинском языке имеет характеристику дополнительную моди, аблятивус моди, и употребляется для обстоятельств образа действия. Попробуем представить себе это с помощью такой русской конструкции выражения. Случаем, случаем я зашел к тебе, то есть я зашел к тебе случайно. Это было свойственно для архаического по отношению к современности стиля русского языка. В литературе XIX века, может быть, еще раньше, и в разговоре это было употребительно. Сейчас, наверное, это редко будет встречаться. Как падеж причины употребляется латинский аблятив. И в этом случае называется аблятивус каузе. Кауза – это причина. И в такой ситуации указывается в аблятиве источник действия. Источник или действия, или состояния. Например, попытаемся представить это себе в фразе высказывания в сочетании «довольный успехами». Мы говорим по-русски, а в латыни в этом случае нужен будет аблятив. Еще есть функция у латинского аблятива, которая называется аблятивус лимитационис. Аблятив уточняет действия. Аблятив – падеж ограничения. Лимес – граница. И уточняется или действия, или свойства. Ну, например, мы можем русское высказывание дать такое. Превосходил этот человек или этот ученик. Или можем в другом времени глагол поставить. Он превосходит. Или это нам полезно сейчас рассматривать все такие варианты, потому что всегда падеж нужен будет один и тот же. А категория времени, связанная с этим высказыванием, категория других грамматических свойств, залога, она может меняться. Будет превосходить других своими знаниями. Тоже очень важно здесь зафиксировать свое внимание, потому что принципиально возникает различие. может превосходить других своим ростом или характеристиками своей внешности или стоимостью одежды, а вот в других случаях уже не превосходить, или быть равным, или уступать. И что является предпочтительным для данной ситуации, которую рассматривает латинский ритор, оратор. И вот на таких ситуациях, казалось бы, простейших, вырастающих просто из грамматических примеров, из двух слов и из их сочетаний, строились сюжеты своих больших речей, своих бесед, диатрибы они назывались, или еще они по-другому назывались, своих рассуждений. Те искусные риторы, которые мастерски владели словом. И выходили на глубинные проблемы культурных традиций, на глубинные проблемы этических отношений. Иногда выходили с помощью таких простейших примеров на философские проблемы. Ну, в греческом языке эти ситуации связаны с жанром так называемых диалогов, например, сократических диалогов или платоновских диалогов. Когда целевая аудитория должна быть, ну, почти любой. Но если начать со сложного, с непонятного, то она будет потеряна писателем, ритором, оратором. А начиная с простого идет постепенное вовлечение, углубление, уточнение и обозначение тех смыслов, по отношению к которым участник диалога просто оказывается в удивлении. А я и не знал, как ты мне много объяснил, Сократ. Вот подобные ситуации мы встречаем в этих диалогах. А дальше автор диалога уточняет. Ну, как же ты не знал? Давай вернемся и с самого начала рассмотрим. Первую фразу ты знал. Второй смысл ты и сам можешь, если чуть-чуть подумаешь, восстановить. И так дальше доходит до самого конца. И это становится важным приемом дидактики, важным приемом методики обучения, который применялся для разных возрастных категорий и для разных других социальных и иных категорий по образованию учеников вот этих древних риторских школ, философских школ или каких-то иных заведений или кружков, где получали более глубокие, более специальные знания. И знакомство с этими приемами началось в Риме в III веке до н.э. Отчасти продолжилось более интенсивно во II веке до н.э. Не только в форме диалогов. Оно вроде бы так невзначай включалось в латинскую драматургию, в некоторые сцены диалогов, которые изображали на сцене актеры. Затем в I веке до н.э. и I веке н.э. возникли уже настоящие риторские школы. После того, как одно-два поколения римлян, имеющих склонность к этого рода деятельности, умственной деятельности, к словесной деятельности, учились непосредственно у самих греков, как, например, учился Цицерон. Они ездили на территорию римских греческих провинций, в другие области восточной части Средиземноморья, несколько месяцев или несколько лет там жили и возвращались с полученными знаниями, применяя их и для латинского языка, совершенствуя их и распространяя такой тип рассуждений, имея определенные функции, которые мы можем обозначить общепросветительскими функциями. Но тогда возникли даже разные направления красноречия. Одно было построено на воздействии эмоциями, как с помощью восклицаний, с помощью композиции, все больше и больше заразить не только своей логикой, но и своим состоянием слушателей, вывести их из равновесного состояния и привести в свое возбужденное, которое считает оратор нужным. Или наоборот, успокоить их в какой-то ситуации и показать нейтральность, универсальность ситуации. Такие приемы тоже были. И те греческие сначала, а потом и римские ораторы, которые были их первооткрывателями, они сначала получали очень большие гонорары за обучение этим очень важным, но незаметным, непосвященному, ненатренированному взгляду приемам, которые, оказывается, действуют эффективно. Ну и, наконец, падеж меры латинский, «аблятивус мензуре» требуется после сравнительной степени прилагательных. В таком русском высказывании мы можем заметить эту ситуацию. «Много лучший». Что это значит? То есть он лучший многими своими качествами. И еще падеж меры «аблятивус мензуре» требуется после глаголов со значением «сравнения». Мы такую приведем ситуацию. «Многим превосходит» здесь сравнение. Падеж «место» – «аблятивус лоци» в латинском языке употребляется для обстоятельства места, отвечая на вопрос «где». И по латыни можно употребить предлог, но архаический стиль латинской речи предлога не требовал. Падеж «времени» – «аблятивус темперис» употребляется для обстоятельств времени, отвечая на вопросы «когда» или «как долго». И, наконец, падеж «времени» употребляется тоже с предлогом в прошлом году или без предлога, что мы можем видеть на примере русского языка «когда». Ну, например, ночью или прошлым утром. На этом лекция закончена. До свидания.